Ну и для начала хотел вас пригласить на свой резервный канал Электрохобби, который находится на Яндекс.Дзене. Если мои ролики будут удобнее смотреть именно на этом канале, то переходите, подписывайтесь, ну и следите за выходом новых моих видео. Ссылка на этот резервный канал будет в описании под этим видео. Продолжение следует... Причем данная светодиодная сигналка работает не в постоянном режиме, то есть все время светится, а включается и начинает мигать только тогда, когда на нее попадает свет фар сзади идущих машин. Ну и в самой схеме здесь можно настроить нужную чувствительность и даже при небольшом освещении вот этой сигналки схема будет включаться и будет мигать красным цветом. Причем чем сильнее будет освещаться вот схема, тем блымание будет чаще происходить. То есть если машина вдали, мигание будет реже. Чем ближе к вам машина сзади, тем мигание сигналки будет чаще происходить. Хотя возможно эту схему вы можете применить где-то и для других своих задач и целей. Вот на столе у меня собранный вариант данной схемы и данной сигналки. Вот это плюс и минус идущая от блока питания. Сейчас здесь подается питание постоянного тока от 5 вольт. Вот это часть фотоэлемента, а именно фоторезистора, которая и улавливает свет. То есть я сам фоторезистор вот этот поместил внутрь вот этого пластмассового корпуса, чтобы этот фотоэлемент только реагировал на свет, который попадает вот с этой стороны. Ну и был защищен от бокового света. Ну и сейчас схема настроена таким образом, а точнее ее чувствительность, что даже при таком вот рабочем освещении свет, который попадает просто на бок вот этой пластмасски, но не попадает внутрь на сам фоторезистор. И схема при этом не работает. Красный светодиод не мигает. Но если вот эту часть с фоторезистором я направлю ближе к свету, то вот мигалка начинает сразу же мигать. И причем если это делать плавно, вот при таком угле, вот допустим, такая частота мигания, но если больше света дать, то светодиод начинает чаще мигать. Хотя нужную частоту также можно любую настроить, которая будет вам более подходящая. И в целом, когда эту схему уже в корпусе можно собрать, то допустим можно взять вот такой светоотражатель на 3 светодиода, поставить эти сигнальные светодиоды красного цвета вот сюда. Ну а сверху просто вот прикрепить, приклеить вот этот датчик. Когда свет фар будет сюда светить, попадать вот в это место, и вот эти светодиоды, которые будут здесь находиться, будут мигать и давать сигнал вот заде идущему автомобилисту. Ну сам смысл понятен, как и где использовать вот эту схему. Ну а теперь давайте для новичков вот в нескольких словах расскажу вот про саму схему. Итак, данная схема собрана на таймере 555, которая является очень популярной и распространенной, и стоит копейки. Питаться может данная схема от напряжения 4,5 до 16 вольт, хотя в общем схема работает и даже при напряжении 3 вольта. И второй важной характеристикой самой микросхемы, то что она на выходе может обеспечить ток до 200 миллиампер. Ну и для нашей нагрузки, а именно вот светодиодов, данного тока будет более чем достаточно, чтобы получить яркое свечение, которое будет достаточно сильно мигать. Ну здесь вам нужно самим уже подобрать вот какое напряжение конкретно вы будете использовать. Либо несколько батареек, либо литиевые аккумуляторы, один или несколько, либо же эти аккумуляторы, но только с добавлением еще 10 DC повышающего преобразователя, чтобы увеличить напряжение. Ну в общем по питанию вы сами разберетесь, какой источник питания вам более подходящий. Но далее уже зная то напряжение, которым вы будете питать эту схему, вы уже сами также подбираете вот, каким образом вы будете подключать светодиоды, их количество и параллельно или последовательно. К примеру, вы остановились на напряжении питания от 9 вольт. Как известно, у светодиодов красного света напряжение более низкое, питание их, чем у, допустим, у светодиодов желтых, зеленых, синих, белых. И вот это напряжение, оно примерно в среднем где-то 2 вольта для красных светодиодов. Ну и вот, допустим, мы берем 4 светодиода таких, соединяем их между собой последовательно. Ну и в сумме мы должны на них подать напряжение 8 вольт. Ну а поскольку у нас тут 9 вольт, то один лишний вольт мы можем убрать вот с помощью резистора. Как правило, такие светодиоды рассчитаны на ток где-то 20 мА. Ну и исходя из этого тока, вот 20 мА, вот этот резистор для этой цепи нужно поставить где-то 47 Ом. Причем по мощности самый маленький подойдет. Если вам схему более удобнее запитывать от меньшего напряжения, ну допустим, от 4 вольта, а именно от одного литиевого аккумулятора, то здесь можно сделать вот таким образом. Сделать соединение диодов параллельным образом. Ну и каждому светодиоду правильнее будет поставить отдельный резистор. Также при условии, что каждый светодиод будет работать от тока 20 мА, то каждый резистор мы сюда ставим где-то вот 47 Ом. Ну здесь я показал деление напряжения для 3 вольт, то есть 2 вольта будет оседать на каждом светодиоде, ну и 1 вольт лишний будет убираться на резистор. Если, допустим, здесь 4 вольта будет, ну значит на резистор будет 2 вольта отводиться. Так что смысл, думаю, понятен подключение светодиодов, как в этом случае, так и в этом. Ну здесь нарисовал сами светодиоды, светоотражатели, вот эти они. Ну а сверху просто можно прикрепить вот в корпусе фоторезистор. Ну и сделать так, чтобы светодиоды и фоторезистор были направлены в одну сторону, а именно в сторону, там где сзади вас будет ехать автомобилист. Ну и вот эти группы светодиодов, в зависимости от того способа подключения, вот либо этот, либо этот, подключаем вот в это место, то есть где на схеме у нас выход, а именно между третьей ножкой, ну и минусом. Здесь на схеме показан фоторезистор, и его номинал 20 кОм, хотя поскольку фоторезисторы, они такие достаточно ретиновые штуки, их сопротивление меняется в большом диапазоне, то здесь можно поставить фоторезистор любой от 1 кОм, ну и до 100, а то и больше. Ну и следовательно, тогда нужно увеличить будет вот этот переменный или подстроечный резистор. Я думаю, уже многие должны были догадаться, что вот этот резистор и вот этот фоторезистор между собой представляют обычный делитель напряжения, который в зависимости от вот этого самого деленного напряжения либо запускает процесс мигания, либо наоборот ее отключает. А вот эта РЦ цепочка, то есть вот этот резистор и вот этот конденсатор задают микросхеме частоту, с которой она будет мигать. Если вот этим резистором, который соединен с фоторезистором, это мы задаем чувствительность данной схемы, то есть при каком уровне освещения схема будет срабатывать, то вот этим резистором мы задаем, какая будет частота. Это уже когда схему соберете, сами уже настроите этот и этот резистор под нужную частоту и нужную чувствительность. Ну и обязательно опять же учитывайте, что напряжение максимальное 16 вольт для этой микросхемы, ну и ток максимальный, который будет протекать между третьей ножкой и минусом, ни в коем случае не должен превышать 200 мА. Но если все-таки есть большая надобность в большем токе, то в это место нужно добавить просто один усилительный каскад в виде транзистора, ну и там уже ток можно поднять в разы. А для такой обычной небольшой светодиодной нагрузки вот этого тока в 200 мА будет более чем достаточно. Ну и пожалуй для новичков, для тех, кто не понимает, что обозначает вот этот максимальный ток в миллиамперах. Дело в том, что когда таймер включается и на выходе появляется напряжение, это напряжение имеет плюсовой потенциал и величина его такая же, как напряжение питания. То есть если мы с кем-то допустим питаем от 9 вольт, то и при включении таймера на третьей ножке у нас также будет 9 вольт плюс, относительно минуса. Когда мы будем подключать светодиоды таким образом, то есть друг за другом, то здесь сила тока будет одна общая. Ну и поскольку светодиоды, как правило, используются от 20 мА, то и общая нагрузка будет для третьего вывода. Это вот 20 мА. Естественно, такой ток полностью безопасен для выхода микросхемы. Если же мы будем диоды таким образом подключать, то есть параллельно, а при этом ток уже будет суммироваться каждого светодиода. Ну и получается, что если мы соединим 10 светодиодов, вот таких по 20 мА, то мы как раз и получим максимальный ток 200 мА общий, которые будут потреблять эти все 10 светодиодов. А вот если мы, допустим, уже подключим 11 светодиод, то у нас уже будет ток потребления 220 мА. Ну и это значение уже больше максимально допустимого 200 мА. И в этом случае уже появляется большая вероятность, что выход микросхемы может не выдержать и выйти из строя. То есть внутри перегореть транзистор у него. Ну и естественно схема перестанет работать. Так что при подключении светодиодов обязательно учитывайте ток, который будет через них проходить общий. И этот ток не должен превышать эти самые 200 мА. Хотя все-таки доводить ток и до 200 мА нежелательно. А лучше все-таки ограничиться максимальным, допустим, 160 мА или 180. Ну и только в крайнем случае можно доходить до 200. Ну и последнее, что стоит еще добавить. Это то, что параллельно третьей ножке и минусу еще можно поставить пищалку обычную вот такого типа. Но опять же стоит учитывать, что эти пищалки бывают сразу с генератором внутри. То есть мы сюда плюс-минус подаем питание. И они сразу же начинают пищать. Ну а другие этого генератора не содержат. И для этого еще нужно собирать дополнительный генератор. Так что сразу проще будет купить вот такие пищалки с генератором. Припаять параллельно светодиоду регистру. И в этом случае сама мигалка будет мигать для водителя, который едет сзади вас. Ну и его предупреждать, что вы впереди. А вот это включение звуковой пищалки будет вас оповещать, что вот сзади едет машина. И также вам нужно быть крайне внимательным и осторожным, чтобы под него не заскочить. Так что вот в принципе все, что можно сказать по данной теме. Ну и на этом, пожалуй, все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Ну и ждем новых видео. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры подогнал «Симон»